Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы и в этом ролике расскажу о жиробилдинге. Постараемся разобраться, что правильно делать и постараюсь ответить на ваш вопрос, то есть, что должно быть первым, худеть или набирать мышечную массу, или наоборот, набирать мышечную массу, а потом худеть. Этот вопрос очень актуален, очень огромное количество такого вот споров, различных доказательств, каких-то научных работ и много-много-много всего написано и сказано. Я расскажу свою точку зрения и объясню, почему я так думаю, плюс дам несколько таких вот полезных советов. Во-первых, важно-важно сначала худеть, а потом набирать мышечную массу. То есть, этот ответ очень простой и давно всем известен. Не нужно ничего придумывать. Так как в сейфитнес-индустрии это не совсем выгодно, был введен новый такой термин рекомпозиция. То есть, начинаем на расчет мышечную массу заниматься и, например, с этим топить жиры. Этот термин введен искусственно. И цель, огромная цель этого термина – это выгодно и прибыль всей фитнес-индустрии. Ну и как без того, чтобы сделать такую основательную базу и исследование для того, чтобы говорить, что эта методика, эта стратегия очень эффективна и помогает, и действительно работает. Я скажу об одном. Если обращаться к трудам небезызвестного Лайла Макдональда, он писал, что если в вашем теле более 15% жиров у мужчин и более 24-27% жиров у женщин, то происходит смещение профицитных калорий с построением мышечной массы на построение жировой ткани, получается. Его совет был – это нужно похудеть так, чтобы в организме было 10-12% жиров у мужчин, 22-24% жиров у женщин, и затем уже набирать мышечную массу. Мы доходим до 15%, а потом снова начинаем худеть. Огромной ошибкой также является мнение, и вообще это путь в никуда, когда пытаются нагарить мышечную массу, когда в организме происходит ряд вот следующих таких вот изменений. Во-первых, уменьшается инсулиновая чувствительность, либо когда в организме увеличивается уровень глюкозы крови, уменьшается вот такая вот лептиновая чувствительность, начинает расти уровень эстрадиола, или уменьшается уровень, или низкий уровень тестостерона в организме. Вот в этом случае наращивать мышечную массу очень тяжело, либо вообще в целом невозможно. есть огромное количество работ и статей о том, что можно заниматься только спортом, игнорируя диету, и это даст хороший результат. На самом деле это все не так. Есть действительно доказанные хорошие работы, где говорится о том, что спорт, только спорт, это всего лишь 30% успеха. А остальное это диета, это режим и огромное количество составляющих. Поэтому диета, правильное питание, режим – это очень важно. Сейчас очень активно обсуждается такой новый термин, как set point. Я считаю, что это еще один такой фактор, который в дальнейшем также, вот если верит всему этому и руководствоваться всем этим, в дальнейшем после того, как вы отказываетесь от этой диеты, все равно будет приводить к тому, что в принципе вы будете набирать массу. Хорошо, если критикую я все вот эти вот термины, я должен что-то предложить. Я сторонник стратегии ступенчатого набора или сброса. Что это означает? Наглядно, то есть если у вас состояние, когда в организме процентов 20-25, процентов жиров, необходимо сбросить так, чтобы это было уже где-то 15%, остановиться на 2-3 недели. Почему это важно? Потому что это закрепление результата и это приводит к такому определенному привыканию организма к вашему новому весу. Почему это важно? Потому что мы привыкли думать о весе только как о такой эстетической составляющей. На самом деле, вот жиры, они не только, это наша вот внешняя часть тела, но это еще и жировая ткань. К примеру, сердца, это жировая ткань внутренних органов и куча-куча других процессов. И это тоже все взаимосвязано. Что важно, что восстановление жира в теле напрямую зависит от уровня тестостерона, причем как свободного, так и общего. Также зависит от уровня эстрадиола, тоже и общего, и свободного. И от уровня БСПГ. Есть научная работа, довольно-таки интересная, где говорится о том, что увеличение жира на 2,7% приводит к тому, что уменьшается уровень свободного тестостерона на 2%. Это очень важно, поэтому делайте определенные выводы. Вот эта вот инсулиновая чувствительность, она влияет на усвоение белков, и это доказано. К примеру, вот высокая чувствительность к инсулинам скелетных мышц, следовательно, это усиление и накопление триглицелидов, что очень важно в тех же мышечных тканях. Плюс к этому это такое состояние, когда увеличивается уровень глюкозы в крови, увеличивается в организме уровень лектина. Что интересно, что чем выше уровень лектина, это как показатель, что также выше уровень жиров в организме. Я надеюсь, у меня получилось ответить на ваши вопросы, дать несколько вам таких полезных советов. Задавайте мне свои вопросы, я постараюсь на них ответить. Возможно, в следующем ролике я отвечу на ваш вопрос. Поддержите канал, поставьте лайк, поделитесь роликом в социальных сетях. Всем спасибо, встретимся в следующем ролике. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok